друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что давайте с вами обсудим некоторые интересные моменты которые вчера в вечернем обзоре обсудить я не успела ролик вчерашний убигов был достаточно большой на 47 минут лена показывала нам как раз таки подготовку к машиному переезду в орландо да маша поступила учиться будет учиться и собственно уже скоро в скором времени уже начинается у нее учебный год и соответственно надо было делать определенные закупки да готовиться к переезду покупать маша будет жить в общежитии в общем все все прекрасно понимают о чем идет речь вы знаете конечно же некоторые зрители очень ждали смены контента и она собственно состоялась но в итоге не дождались того что хотели увидеть вернее хотели увидеть другую картинку вы знаете ребят просто у нас с вами опять же да в воспоминаниях о бигах как они ходили на свои закупки вот любят да в америке блогеры показывать закупка волмарт закупка костка и так далее и там как правило ну очень интересно смотрится тогда когда все-таки набирают большими тележками набирают много всего да в общем все это все это смотрится любят некоторые зрители такое смотреть и у биков было то же самое вот по такому случае кто-то в комментариях у лены написал да с вовой закупки были на 500 600 долларов раз в неделю стабильно а здесь мол вообще ничего не купили ну не то что здесь ничего не купили а закупки у вас стали стали крайне редко и очень очень маленькие на что тут же тут же защитники лены написали так вова любил плотно покушать как друзья мои оказывается вы знаете я сейчас читаю комментарии на канале лены там только вова себя очень сильно любил вова себя баловал олени практически ничего не доставалось и вова любил плотно покушать вы знаете глядя на семью лены да опять же сейчас они живут вроде как без вовы но по крайней мере видно что елена очень любит вкусно покушать она конечно нам рассказывает что у нее большая работа над собой она очень борется да я очень старается быть всегда худенькой стройненькой и так далее но вы знаете опять же по ее порциям этого не видно не скажешь что у нее действительно какая-то там супер-пупер диета плюс лен позволяет себе есть и сладкое жареное мучное фастфуд и все на свете в общем да на самом-то деле конечно же понятное дело что там генетика генетика а иначе лена бы с таким питанием да с такими порцайками уже давным давно была бы как самый настоящий шарик это понятно но вот как же любят ленины обожатели всех вокруг обвинить во всем вот написывают про вова вова такой вова себя очень любил вова любил вкусно и плотно покушать а лена разве не ела мне хочется спросить и лена постоянно ела и сейчас езда и потом опять же обвиняя вову в том что вот он так себя любил себе постоянно все покупал а лена ничего не покупала а кто в этом виноват простите а почему лена не могла себе купить то что она хотела значит она не хотела что-то себе покупать да значит ее и так все устраивало ходить в спортивных штанах и футболках опять же кто в этом виноват я не думаю что если бы лена хотела одеваться как девочка да наряжаться покупать какие-то платья какие-то сарафанчики не думаю что вова был бы против друзья мои хотя лена может сейчас рассказать историю о том что вова и жутко ревновал и на самом деле футболки и в штаны друзья мои наряжал лену исключительно вова дабы лена своей красотой не пленила всех окружающих чтобы он ну не давать ему повод для ревности не удивлюсь если потом будет сказано вот именно вот это вот кстати ролик в ролик вот вчерашний закончился очень хорошо закончился на позитиве все семейство ну не в полном составе теперь уже понятно в машине сидели и пели песни причем пели в том числе и конечно же наши песни да видно я так понимаю все-таки ностальгия замучила естественно да девчонки маша с лизой пели песни лена им тоже там подпевала все были довольны и счастливы но вы знаете вот про младших детей что хочу сказать в магазине мне кажется что для них был немножко такой знаете ну своего рода стресс потому что они привыкли когда они приезжали в магазин всегда родители там да то есть вот дети там что-то просили лаврика катюшка родители все это дело покупали бросали в тележку и так далее а здесь что дети не просили чтобы дети не просили никто никак на это не реагировал правда катюша таки отстояла банку с огурцами но банк огурцов большую не купили купили маленькую но потому что видимо делают намеки на то что нет денег и вот все равно вот этот момент когда лаврик просил там скитлс там еще что-то да но есть такой момент у детей причем у всех детей не только у лениных детей но купите ну хоть что-нибудь да но опять же но ведь детки поехали с вами в магазин вот я если честно сестер старших в этом плане не понимаю всегда как правило поддерживаю да девчонок старших но здесь я их не понимаю вы поехали у вас были деньги одна и другая работает но неужели нельзя было там хотя бы на 10 долларов что-нибудь купить мелким за то что они с вами съездили да но просто сделать приятное от старших мне даже близко такого не было но опять же ребят но не обеднели бы они да но ведь не последний хрен без соли доедают нет ничего от себя мелким даже близко не купили хотя в принципе могли бы но вообще все что касается вы знаете вот этой поездки лена в своем репертуаре как я уже вчера сказала да лена всегда настаивает на своем вот это знаете эпопея с тапками я честно смеялась когда они минут наверное 10 выбирали машу тапки маша сказала о том что мне для душа да я же говорит буду там в душ ходить мне говорит нужны там тапки обязательно кстати хорошо что маша об этом вспомнила потому что генна лена об этом бы точно бы не вспомнила и вот они начали выбирать маша выбирает одни лена настаивает нет score вот эти нет вот надо вот взять вот это вот нет вот все таки вот маша как я такие не хочу лена опять же продолжает настаивать но генна всегда вот ее слово должно быть последние последние, то есть как раз таки, да, Лена привыкла к тому, что она всегда везде над всеми, так скажем, немножечко на всех давила, ну, вот это к слову о том, кто на самом деле в семье был абьюзер, да, потому что Лена в этом обвиняла Вову, а вот многие зрители видят ситуацию немножечко под другим углом, так скажем, хотя, опять же, возможно, они очень одинаковые по характеру, но и в итоге, нет, в итоге Маша выбрала те, которые советовала ей Лена, тапки, но только исходя из того, что они были в два раза дешевле, нежели те, которые взяла Маша, причем вот я говорю, Лена постоянно подкалывала Машу, вот сколько они ходили, ребят, обратите внимание, Лена несколько раз смеялась и вспоминала, ой, да, 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 ты же раньше любила все блестящее, все розовое, вот даже когда они проходили вот мимо вот этих вот тапок, она говорит, ой, посмотри, посмотри, говорит, а я тебе все по привычке розовые пытаюсь найти, розовые пытаюсь выбрать, по какой привычке, Лена, она уже розовая, не носит уже несколько лет, ну, в общем, все понятно у Лены, как всегда, вот для нее, видимо, это такие шуточки, но почему-то, знаете, над собой шутить она не очень-то любит, а вот над своими дочками очень-очень даже почему бы, собственно, и нет, ну, устроили совет в филях, самый настоящий, да, пока решали, какой порошок брать, какое масло растительное, друзья мои, брать, что брать, что не брать, на каком можно жарить, на каком нельзя жарить, ну, и, собственно, тоже там вот эти вот всякие моющие средства, тоже там Маша не знала, что брать, Лена ей подсказывала, но, в общем, как-то все это со стороны, конечно, знаете, прям вот такое впечатление, что Маша какое-то неразумное дитя, которое не могла сама что-то выбрать, конечно, она могла бы справиться со всем и сама, это понятно, и, кстати, опять смотрю в комментариях, люди пишут по поводу Ютуба, Лена, у нас все висит, нам невозможно смотреть ваши ролики, пожалуйста, пройдите на Дзен, сделайте там себе канал на Дзене, чтобы мы могли смотреть ваши киношедевры, Лена молчит. Ребята, вы знаете, я вот такого пофигизма, да, вообще не понимаю. Зрители к тебе твои обращаются, пишут, что у них проблемы, что у них не грузится, висят видосы, им видео не посмотреть, и ты даже не удосужилась, что бы то ни было выйти хотя бы сказать в своем очередном каком-нибудь ролике. Про то, что написать комментарий, какой-то ответить на какой-то комментарий, вы что вы, конечно, как я говорила, это не барское дело, Лена не будет этим заниматься никогда в жизни, поэтому, поэтому как-то вот странно. Своим зрителям хочу сказать, что у кого висят, да, висит Ютуб, скачивайте, ребят, VPN, еще раз хочу сказать, он есть как платный, так и бесплатный, у меня бесплатная версия, и смотрю, все абсолютно нормально, вот, на смарт не получается пока ничего, но с телефонов смотрю, благодаря VPN очень даже хорошо, все, ничего не висит, все нормально и так далее, а до этого дня, наверное, три мучилась, вообще все висело, зависало, 10 секунд смотрю, 30 секунд, вот этот кружочек у меня там крутится в разные стороны и так далее, и, конечно, если мой совет кому-то поможет, а мне уже зрители пишут спасибо, что вы за подсказку помогли там и так далее и тому подобное, я буду только очень рада. Ну что, ребята, дети кричали, дети вопили, дети просили купить хоть что-то, ну, Катя молодец, Катюха отстояла такие огурцы. Ну, а в комментариях там, конечно, у Лены сам черт ногу сломит, кто о чем, кто про Вову, какой же он все-таки был козел нехороший, все только для себя покупал, да, кто про то, что вот Вова любитель плотно поесть, ну, да, а Лена прямо клюет у нас как птичка, кто про то, что Лиза вырядилась, знаете, не лучшим образом, ну, я вчера уже озвучила, да, свое мнение по этому поводу, что, ну, как бы, да, она молодая девчонка, ей самой видно, как она одета, и если ей так нравится, если она так себя комфортно чувствует и ощущает, то, собственно, почему бы и нет. Лена ходила вдоль рядов, запилила контент, ну, собственно, на этом все, все закончилось, все, друзья мои, даже близко нет ничего похожего на то, как было раньше. А вы знаете, я вот о чем еще раз подумала в очередной раз, понимая, что Маша скоро уже съезжает, да, уже у нее учеба начинается, вот, осталось совсем недолго, где-нибудь полторы, ну, две недельки от силы, и у Маши начнется учеба. Вы представляете, друзья мои, что произойдет у Лены? То есть Маша не будет приезжать, да, каждый день в день по несколько раз. Маши не будет, а, соответственно, все собаки лягут на плечи исключительно Лены. Ведь Лена вчера спросила у Маши, будешь ли ты Милку забирать с собой, да, вот, некоторые же живут с собаками. Маша сказала категорически нет. И я вот думаю, что же будет дальше? Дальше, мне кажется, у Лены начнутся истерики, ребят, еще больше и еще покруче, потому что она привыкла, что Маша всегда гуляла с собаками, Маша всегда куда-то выезжала, уезжала, и еще у меня вопрос на засыпку, а что с машинами? То есть если Маша переезжает, то есть Маша, получается, забирает машину, у Лизы тоже машина, да, а что с машиной будет? Будет ли машина у Лены? В общем, что-то там какая-то история непонятная. Лена все эти моменты не освещает в своих видосах, делает вид, что этих комментариев она просто в упор не видит. Короче, что там будет дальше? Мне кажется, дальше будет просто, знаете, как вот, да, чем дальше в лес, тем больше дров, чем дальше, тем страшнее, как в той самой сказке, потому что Лена как раз-таки, конечно, очень привыкла к тому, что Маша ее всегда здорово выручала, а тут Маши не будет, тут все ляжет исключительно на Ленины плечи. Ну что ж, а мы с вами дождемся, что будет дальше, посмотрим и, конечно же, будем по возможности все это дело обсуждать и комментировать. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok